Кто привел Сирию к крови? В чем спор России и Турции? Статья на РИА новости за 22 февраля 2020 года. Софья Мельничук. В Сирии боевики при поддержке турецкой армии попытались прорвать позиции правительственной армии. Атаку отбили с помощью российских АВКС. Интересы Москвы и Анкары сталкиваются уже на полях сражений, а не только в кулуарах международных мероприятий. Смогут ли Россия и Турция найти взаимопонимание на Ближнем Востоке, разбиралась РИА новости. Дежавю 2015. В сирийской провинции Идлиб попытались сбить российский бомбардировщик Су-24. Зенитно-ракетный комплекс, по сообщениям СМИ, принадлежал протурецким боевикам. Пилотам удалось увернуться отпущенной ракеты. В небо российские сушки 20 февраля поднялись по просьбе Дамаска. Идлибские боевики при артиллерийской поддержке турок попытались прорвать позиции сирийских военных. Однако войска Асада уничтожили часть живой силы противника и оставили за собой контроль над несколькими населенными пунктами. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал Анкару прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. В ответ в Турции заявили, что по вине сирийцев погибли двое турецких военных. Еще пятеро получили ранения. «Кто привел Сирию к крови, террору и слезам, ответит перед человечеством. Наше государство велико, наш народ и отечество святы», написал в своем твиттере представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Раджеп Тейпердаган ранее объявил, что Анкара в любой момент готова начать военную операцию в регионе. «Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Эдлибе то, что нужно, мы сделаем это сами. Результаты дискуссий, которые бы нас удовлетворял, пока не видно. Мы полностью готовы к собственной операции в Эдлибе. Это только вопрос времени. Можем начать действовать в любую минуту. Это жизненно важно для нас», – заявил турецкий лидер, сообщив, «что обсудил вероятные военные действия союзникам по НАТО президентом США Дональдом Трампом». «В России тоже высказали неудовольствие нынешним состоянием российско-турецкого взаимодействия на северо-западе Сирии. Мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Эдлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. «На это наше удовлетворение завершилось», – заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. В последние недели наблюдатели активно обсуждают вероятность того, что столкновения приведут к прямому военному конфликту России и Турции в Эдлибе. Опрошенные реанолости эксперты считают, что до этого еще далеко. Пока кризис в отношениях России и Турции не дошел до уровня 2015 года, сообщил агентство «Востоковед» эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Сохраняются отношения, сохраняются контакты. В Анкаре проходят переговоры, поэтому ситуация другая. Стороны ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Дальнейшее осложнение двусторонних связей невыгодно Анкаре, хотя теоретически возможно возвращение в 2015 год, когда турки сбили российский СУ-24, считает старший научный сотрудник ММО имени Евгения Примакова Ран Виктор Надеин Раевский. «Развитие наших отношений зашло достаточно далеко. Достроен турецкий поток, строится атомная станция Акую, куда мы уже серьезно вложились. Естественно, Анкара заинтересована в том, чтобы этот объект был достроен, работал и давал энергию. Страна испытывает энергодефицит», — пояснил эксперт. Тем временем появились сообщения о возможной поставке Турции американских ЗРК «Патриот». Однако позднее в Минобороны страны опровергли такую информацию. Взаимное недовольство. Одна из ключевых проблем во взаимоотношениях России и Турции — террористические группировки на территории Сирии. Российская сторона утверждает, что партнеры не выполнили своих обязательств и не отделили террористов от вооруженной оппозиции, которую Анкара поддерживает в Идлибе. Об этом неоднократно говорил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. «К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне», — сетовал министр. «Первое — отмежевать вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса от террористов Джабхата Носры, — дается сноска, которая мимикрировала в Хаят Тахрер Аш-Шам, — еще одна сноска. Эрдоган, в свою очередь, обвинял Москву в срыве астанинских и сучинских договоренностей. «Если мы верные партнеры России по этому вопросу о регулировании в Сирии, то они должны подтвердить свою позицию. Мы хотим, чтобы Россия немедленно предостерегла по соответствующим вопросам дружественный режим Башара Асада», — говорил он журналистам. Разочарование Анкары связано с возобновевшимся наступлением сирийской национальной армии на северо-западе страны. В Анкаре считают, что Асад продвигается вглубь Идлиба при поддержке российских военных, хотя Россия обязалась не допустить этого. Наступление идет в середине января. Сначала овладели городом Маарет, Ан, Ноуман, которые с 2012 года удерживали бойцы оппозиции. В начале февраля сирийские подразделения взяли под контроль город Саракиб в 20 километрах от Идлиба. Эта локация стратегически важна, так как находится на пересечении трасс Латакия-Алепа и Дамаск-Алепа. В конце концов, войска Асада окружили три турецких наблюдательных пункта, после чего турецкие и сирийские военные вошли в прямое противостояние. Сирийские правительственные силы обстреляли турецкие позиции, в результате чего несколько военных погибли. В ответ турки нанесли удары по позициям Асада. Диалоги с террористами. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов отмечает двойственность позиций турецких властей по ситуации в Сирии. Они не признают претензии Москвы по поводу несостоявшегося размежевания между радикальными исламистами и сирийской оппозицией. Более того, в Анкаре нередко говорят, что с исламистами надо пытаться выстраивать конструктивный диалог, указывает эксперт. Однако, когда речь идет о соседних провинциях на северо-востоке Сирии, Анкара занимает другую позицию. Там турки провели осеннюю военную операцию «Источник мира против курдов». И какие-либо высказывания Москвы, Брюсселя или Вашингтона о том, что и с курдами лучше вести диалог, чем воевать, тоже встречаются жесткой критикой, напомнил Андрей Картунов. Турецкие власти убеждены, что сирийские курды – сторонники рабочей партии Курдистана, а значит автоматические террористы. Никакого диалога, считают в Анкаре, с ними быть не может, отмечает эксперт. Но объективности ради стоит сказать, что как раз курды проявили себя конструктивной силой. В начале военной кампании против исламского государства дается сноска. Именно они выбили радикалов из многих регионов Сирии. Сказать такое же об исламистах, сосредоточенных сейчас в Эдлибе, вряд ли можно, полагает аналитик. В большинстве случаев нарушение режима прекращения огня в Эдлибе происходит из-за фундаментальных различий в понимании ситуации в Москве и Анкаре. Камень преткновения – группировка «Хаят-Тахрир-Аш-Шам» сноска, которую Турция воспринимает как локальную силу и не считает ее международной угрозой или угрозой Москве. Кремль же однозначно относит группировку к разряду террористических, подчеркнула в разговоре с РИА Новости Дарин Халифан, ведущий аналитик международной кризисной группы по Сирии. Она считает одним из вариантов решения такой дилеммы признания обеими сторонами, что группировки боевиков видоизменились и теперь совсем не те, что прежде. Они открыты для политических переговоров, готовы к тому, чтобы стать участниками процесса урегулирования. Думаю, этот вариант тоже нужно принять во внимание. У Москвы есть опыт работы с подобными организациями, как, например, в случае Афганистана и других регионов. Такая опция не будет для Москвы чем-то выходящим за рамки. Все зависит от того, насколько там ставят во главу угла отношения с Анкарой. Разгром Хаят-Тахрир-Аш-Шам сноска, в свою очередь, может привести к тому, что осколки группировки рассредоточатся по разным регионам Сирии и угроза вовсе не исчезнет, пояснила эксперт. Все сноски, даваемые в статье, это террористические организации, запрещенные в России. Софья Мельничук. Кто привел Сирию к крови? В чем спор России и Турции?